Если вам 40 лет и старше, и ваш вес начал ползти незаметно вверх. Скажем, было 68, стало 70, потом вы видите 72, 74. И так медленно, но верно, каждый год прибавка в среднем 2-3 кг. В результате через 5 лет на весах оказывается уже плюс 10. Они могут не вызывать сильный дискомфорт, вы только смените 46М на 48Л. Но дело в том, что вес не останавливается. И вот уже плюс 20-30 лишних кг, которые уже чреваты резкими изменениями в самочувствии и проблемах со здоровьем. Причем их проблем становится так много, что многие говорят, у меня полетело все. А это все, это щитовидные пожелудочные железы, кости и суставы, пищеварительная и сердечно-сосудистая системы и органы малого таза, гинекология. Проблемы со здоровьем, которые случаются в возрасте 40+, в большинстве случаев связаны с питанием и, как следствие, лишним весом. Ожирение – это не просто визуальный дискомфорт и физическое ограничение. Это заболевание гораздо глубже и серьезнее, чем кажется. Сегодня говорим о стереотипе и заблуждении. Возраст 40+, это обязательная прибавка в весе. Почему женщины перестают быть тонкими и звонкими, хотя могут оставаться такими? Здравствуйте! Вы на канале о снижении веса питанием. Веду его я, Светлана Никичук. Не теоретик, а фитнес-тренер, спортивный диетолог и специалист в области функциональной диетологии и психосоматики. Мои рекомендации и это видео не исключение. Это результат огромного количества обучений и 12 лет личной работы с людьми. А это на сегодняшний день более 15 тысяч человек. У каждого из которых была своя причина снизить вес. Свадьба, желание стать мамой, не заболеть сахарным диабетом, как папа или мама. Снова быть в размере С или М. Но всем без исключения хотелось быть здоровыми, чувствовать себя таковыми и хорошо выглядеть. Посмотрите на результаты участников мини-курса ЦЕХ. Он длится всего 2 недели, но прекрасно работает как в снижении веса, так и как волшебный пентель. Что особенно ценно при длительном снижении веса, когда мотивация падает. На мини-курсе легко получить быстрый минус в 2, 4, 8 кг. Кроме того, у вас остаются еще 2 готовые программы питания, следовать которым можно постоянно. Совсем другой уровень 7-недельный курс Нутрициологика, где и результаты более серьезные от 6 до 12 кг. И работа по снижению веса глубокая и основательная. Присоединяйтесь, если устали от похудения, которое никак не вписывается в вашу жизнь. Потому что мои программы рассчитаны наоборот. Встроить, адаптировать снижение веса в ваш ритм. Ссылку на предзапись и на подробную информацию найдете под этим видео. В работе мне приходится сталкиваться с мифами, связанными с питанием и снижением веса. Неизбежная прибавка после 40 лет один из таких. По мнению многих, причина не в питании и активности, а в гормонах, на которые повлиять довольно сложно. А следовательно, остается только ждать неминуемого плюса на весах и продолжать питаться неадекватно. Что, собственно говоря, и делает большинство. А что сопротивляться и бессмысленно сотрясать воздух, если лишний вес неизбежен. Итак, вспомните период от 20 до 40 лет, когда ваша жизнь похожа на карусель, которую вы постоянно раскручиваете. Работа и не одна. Дети и забота о них. Школа, кружки, плюс ваши занятия, спорт, танцы или еще что-то. Вы не замечаете, но ваша суточная активность просто зашкаливает с учетом того, что вы передвигались, скорее всего, пешком. Это сейчас жизнь без авто невозможно представить. А буквально 10 лет назад мы двигались в разы больше. В таких условиях можно было особо не задумываться о питании и его качестве. Все сгорало, а именно расходовалось мышцами. Плюс к этому переезды, разводы, рождение детей и прочие жизненные ситуации, связанные со стрессом и необходимостью адаптации в новых условиях. Все это стресс, который влиял на удержание веса. Но время идет, дети растут, работы становится меньше, при этом питание остается прежним и привычным. Когда спрашиваешь, человек говорит, что всегда так питался, и все было прекрасно, а тут 20 кг прибавилось. Наверное, гормоны. Действительно, легче найти причину в чем-то, чем проанализировать внешние обстоятельства, которые изменились. Но невозможно есть, как 18 лет, пирожки и жареную картошку у бабушки и не прибавлять. Что происходит с мышцами, если у вас нет физической нагрузки? Правильно, они уменьшаются, атрофируются, но жировая ткань остается прежней. Представьте, что в это время вы решили худеть. И как это часто бывает, начали голодать. Калорийность меньше 1200 калорий, именно так и называется. Это голод. Это количество не может вместить достаточное вашим потребностям белков, жиров и углеводов. Ограничения затрагивают продукты животного происхождения. Мясо, рыба, творог, сыры. А это уже непозволительный дефицит белков и жиров, особенно для женщин 40+. В период, когда и так идет снижение выработки женских гормонов. Да, на весах виден минус, но только в большей степени это мышцы. Очень скоро при таком питании начинаются проблемы с женскими гормонами. Эстроген и прогестерон, уровень которых и так снижается. Вспомните первую половину цикла. Когда аппетит усмирен, просто в эту фазу эстрогена достаточно. Все меняется во вторую половину цикла. Когда его уровень падает и просыпается лютый голод. Особенно ближе к концу цикла. В свою очередь эстроген связан с серотонином и дофамином, гормонами удовольствия. Наш мозг так устроен, что ему постоянно нужно его испытывать. И он знает самый простой способ. Это быстрые углеводы, шоколад, десерты и выпечка. Именно это он настойчиво вам предлагает. И сами знаете, отказаться от такого предложения практически невозможно. Понимаете, за какую цепочку последствий вы дергаете просто урезов питания. Смотрите, порыв со снижением веса рано или поздно заканчивается. Вы, естественно, срываетесь и уходите в зажор на 3-4 тысячи калорий в сутки. Начинается отложение жиров в ткани и увеличение ее в объеме. Тот самый прирост, когда вы сбросили 5 килограмм и сразу их вернули. Но остановиться не получилось и плюсом еще 2 килограмма пришли. К сожалению, с мышцами так не работает. Получается треугольник устойчивого повышения веса при неадекватных стараниях его снизить. Во-первых, мало мышц и сидячий образ жизни. На работе сидим, в машине сидим, домой пришли, устали и легли. После 30 каждые 10 лет мы теряем от 3 до 8% мышц. Плюс к этому еще и похудели за счет мышц. Во-вторых, дефициты питания. Вы придерживаетесь диеты, которая помогла кому-то из знакомых. Чай с яйцом на завтрак, отварное яйцо с гречкой на обед, яблоко на перекус, ужин, рыба с огуречным салатом. Это примерный рацион, когда вы добровольно себя истязаете голоданием. Мало того, что организм из-за недостатка белков начинает использовать свои внутренние белки, но их хватит ненадолго. И когда они закончатся, начнутся симптомы с разных сторон, со стороны разных систем. Потому что из белка строятся все гормоны, ферменты, клетки иммунитета. Словом, все в нашем теле это белок с обязательным присутствием воды. Но еще большая ошибка, наоборот, налегать на белок, проверять на прочность свои почки, печень, нервную систему, суставы и нарушить обмен веществ. В-третьих, гормональный пробел. Про эстроген и про гестерон уже сказала. Такими действиями вы с самого первого дня диеты шагаете в испытание своей силы воли. Насколько вы сможете противостоять сильнейшему желанию сладкого, соленого и жирного. Сейчас вспомните, как хорошо вес попервой уходил на урезание калорий. Ну или порций. Но потом, раз за разом, эффект похудения был все меньше. Вспомнили? И это вполне нормально, потому что мышцы не могут истощаться до бесконечности. А весят они тяжелее жировой ткани. Поэтому и нет столь крутого результата на весах. А потом организм смог адаптироваться к таким периодам голода. Чтобы похудеть, нужно применить диету еще жестче. Я искренне надеюсь, что вам понятно сейчас о питании, которое приведет вас в никуда. На моих проектах учатся есть и быть сытыми. Но при этом худеть именно в подкожно-жировой клетчатке в любом возрасте. Так как же оставаться в комфортном весе или даже сбросить 5-10 килограмм, если вам 40 плюс 50 плюс лет? Прежде всего, остановитесь и перестаньте сидеть на диетах. Перебирать сомнительные диеты и разочаровываться в надежде найти ту, на которой вы уберете 5-10-20 кг. Ваш организм уже не такой, как в 20 лет. И целесообразнее думать о безопасности. Никаких дефицитов белка, особенно животного происхождения. Вот исследование, доказывающее, что контроль за количеством белка – это залог сохранения мышечного корсета в будущем. Кроме того, женщины после 40 находятся в группе повышенного риска из-за остеопороза – снижения плотности костей. Вспомните сейчас, присутствуют ли в вашем рационе 3 порции кисломолочных продуктов ежедневно. Думаю, многие ответят – нет. Поэтому советую проверить себя, достаточно ли едите продуктов, содержащих кальций. Сделать это очень просто. Вбиваете в браузер запрос «Калькулятор кальция – IOF». Заполняйте графы по каждому пункту за неделю. В графе «Молоко» считаете и все кисломолочные продукты – кефир, йогурт, ряженку и прочее. Кальций – капризный микроэлемент. Ваше питание может содержать достаточное количество кальция, или вы можете его принимать дополнительно, но он не усваивается. Причина – в нехватке витамина D. Дело в том, что с возрастом наше тело уже не так хорошо его производит. Узнать о его уровне поможет анализ крови. По результату можно судить, какая доза вам подойдет – профилактическая – 500 международных единиц, или лечебная – до 10 тысяч. Или вовсе нецелесообразности приема с мая по сентябрь. Не забудьте проконсультироваться со специалистом. Не нужно бояться жиров, особенно полиненасыщенных жирных кислот. Жировая прослойка увеличивается от углеводов, а жир – особенно правильный. Помогает усваиваться жирорастворимым витамином. Основной компонент множества гормонов регулирует уровень холестерина в крови, создает чувство сытости и дает энергию, защиту для всей нервной системы. Сосуды, иммунитет, кожа – все зависимо от жиров. Старайтесь включать не менее 3-4 раз в неделю жирную рыбу, а также печень трески, оливковое и льняное масло, орехи. Углеводы не стоит исключать. Стоит выбирать правильные, которые и насыщение сделают длительным, и клетчаткой богаты. Разнообразьте гарниры, макароны из твердых сортов – гречка, перловка, ящневая крупа и другие. Не бойтесь хлеба цельнозернового на завтрак. Он отлично подойдет. Ну и не забываем в любое время года об овощах и зелени. Похудение или удержание веса на определенном уровне – это прежде всего питание, которое адекватно жизни, возрасту и состоянию вашего здоровья сейчас. После того, как вы разобрались с питанием, регулируйте активность. Но прошу вас, не стоит записываться на убойные тренировки, после которых вы возненавидите спорт в любых его проявлениях. О том, как надо начинать активничать, рассказала вот в этом выпуске. Обязательно напишите в комментариях, сколько вам лет, сколько килограмм хотите сбросить, а также основную причину, которая, по вашему мнению, мешает вам достичь цели. А я обязательно разберу каждый комментарий и отвечу на ваши вопросы. Наладив базу, а это питание и активность, вы остаетесь тонкой и звонкой и в 50+, и в 60+. Нажмите лайк, если поняли, что у вас зависимости возраста и лишнего веса нет. Надеюсь, теперь у вас все получится настроить питание правильно, и ваше здоровье не будет ухудшаться из-за стремления быть стройной. Ну а если вам нужна помощь и поддержка, переходите по ссылке под этим видео. Надеюсь, вам было полезно. Подписывайтесь на меня в других соцсетях. А у меня на сегодня все. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok